Привет! Это программа Дело по плечу. Программа, в которой мы рассказываем о различных профессиях и рассказываем о людях, которые в этой профессии работают. Сегодня очень необычная программа, потому что мы приехали на военное стрельбище и будем рассказывать вам, и я буду узнавать на себе, что такое специалист роты РХБЗ. Пойдемте, пойдемте со мной, будет весело, это будет эксклюзив. Гоу! Рассказывать мне сегодня о службе РХБЗ будет подполковник Инограна. Здравствуйте, Сергей! Спасибо большое, что вы нас пригласили к себе сюда в Вочину на Стрелковый полигон. Сергей, как правильно звучит ваша должность? Старший помощник начальника службы радиационно-химической и биологической защиты в войсковой части 32-74. В чем заключается ваша работа? Вот если, грубо говоря, говорить о будничной работе. О будничной работе, подготовка личного состава, в данном случае у нас есть рота радиационно-химической и биологической защиты создана, выполняет задачу мирного времени. Мирного времени. Я правильно же понимаю, что мы сюда приехали к вам в момент, когда у вас идут настоящие учения, то есть это все делается не для картинки, а для наших программ, то есть это идут настоящие учения вашего рода. Что вот в данный момент происходит вот здесь перед нами прям? Ма полигона «Практика» заключается в подготовке личного состава именно как название «Практика», именно к практическому выполнению задач, которые подразделения должны выполнять в своей, так скажем, повседневной деятельности или в каких-то сложных ситуациях, которые, дай бог, чтобы никогда не случились, но к этому нужно быть всегда готовыми. Мне, на самом деле, очень интересно вот эта машина. Что это такое? Потому что, ну, как бы, грубо говоря, «Уралы» мы видели не один раз, но вот в такой комплектации я еще ничего не видел такого. Авторосливочная станция «Ар-14» предназначена она для, соответственно, специальной обработки вооружения и военной техники. То есть вот эта машина подъезжает, грубо говоря, и может танк почистить, ну, например. Да, да, да. Вот знаете, я всегда думаю, в армии все настолько продумано, кажется, какой-то хаос всегда нет. Нет, в армии все продумано. Универсальный ключ. Один на любую гайку в машине. Хочешь, хочешь вот такую. Отворачивай, делать нечего. Заворачиваем? Естественно, переворачиваем и заворачиваем гайку в другую сторону. Чудно! Я так понимаю, военнослужащие в данный момент уже норматив выполнили и складывают? Или они сейчас еще раз? На самом деле здесь норматив не один, по возможности машины их несколько. Как есть на развертывании машина норматив, так есть и на свертывании. На данный момент за моей спиной ребята сворачивают, то есть свертывают все на машину, обратно все шланги и так далее. И, как мне рассказал Сергей, это момент такой же, как у десантника, который сворачивает свой личный парашют. Чужой парашют, ребята, не возьму, потому что кто сворачивал, тому проще будет потом развертывать этот аппарат. Очень здорово! Да, мы сейчас будем снимать действия расчета радиационно-химической и биологической разведки на автомобиле УАЗ-469РХ. Расчет три человека, базовое шасси УАЗ-469, дальше уже идут специальные приборы. Измеритель мощности дозы, который идет, соответственно, сзади располагаются приборы ГСА. А что это за колбочки маленькие? Колбочки маленькие, это индикаторные трубки. Индикаторные трубки вот здесь представляются трех видов основных. Так, для определения отравляющих веществ в воздухе, наличия на местности и боевой техники. Измеритель мощности дозы ДППТВ. Это прям дозиметр классический. Классический, да, самый распространенный. И комплект отбора проб, который позволяет взять пробы грунта, различного там отобрать, в колбочки это поместить, чтобы потом сдать в санэкономерную станцию. В военную, естественно. Нет. В обычную. В обычную, в санэкономерную станцию. В гражданскую. Соответственно, специальное приспособление для отбора воды. Потом я покажу, как она работает, если интересно. И нож. Есть даже нож. Для забора сыпучих материалов. Что-то интересно. И даже есть сачок для ловли бабочек. Соответственно, для ловли насекомых, чтобы потом это насекомое положить в баночку и тоже отвезти. Интересная у вас работа. Ну что, мне предоставили уникальную возможность запалить настоящую дымовую шашку. Военную. И эти ваши вот дымовушки, которые вы делали. Все очень просто. Здесь она достаточно тяжелая. Она, наверное, 300-400 весит. Шашка сама. У нее есть вот такой запал в виде, как будто бенгальского огня. Он просто вставляется. Кохотничья спичка большая. Кохотничья спичка большая. И, собственно, есть черкаш, которым надо будет просто чиркнуть. Она загорится и, наверное, стоит отойти, потому что здесь будет дымно. Это будет имитация химического или биологического заражения для подразделения, которое будет выполнять норматив. Ну что, пробуем. На данный момент я выступаю в роли диверсант. Моя задача, грубо говоря, заразить территорию какими-то веществами ядовитыми, чтобы подразделение могло отрепетировать, как оно будет действовать в этой ситуации. Можно полить? Да. Диверсия совершена. Вот это дымовушка. Вот это, друзья, вот она мечта детства мальчишечем. Бахнуть дымовушку так, чтобы заволокло все дымом. Круто. Произошло заражение. И уже вот там весь личный состав надевает на себя полную амуницию, ОЗК, противогазы и выдвигаются на место дислокации. Вот так вот. Учения-то в полном разгаре идут. Знак ограждения вставляется записка, на которой указано время. Заражение. И тип заражения. Еще один элемент учебно-материальной базы – это импровизированный ядерный гриб. Можно так сказать. Макет ядерного гриба. То есть показывает наглядно, что происходит в зоне подрыва атомного заряда. Сергей, куда мы дальше двигаемся? Что дальше нас интересное ждет? Дальше мы пройдем по городку учебному РХБ защиты и пройдем на пост РХБ наблюдения. Это вот тот под маск-сетью. Да, под маск-сетью. Отлично. Назначение его примерно такое же, как показывали у УАЗика. Только стационарно. Ну, так скажем, неподвижный. А что находится в домике? А-а-а, лежанка. Нет, не лежанка. Это сам по себе пост РХБ наблюдения. То есть здесь, грубо говоря, располагается подразделение, которое в бинокле... Наблюдатель. Наблюдатель. Способ выставляется, выставляется наблюдатель, который ведет наблюдение. Они выставляются, соответственно, посменно. Значит так, а это что такое? Что это за прибор, который сбивает спутники? Это просто метеокомплект. Автоматизированный метеокомплект для определения основных элементов погоды. Нужно знать для того, чтобы прогнозировать направление распространения и характер распространения отравляющих веществ, радиоактивных веществ. Значит, может температуру воздуха, скорость горизонтального ветра, направление горизонтального ветра, скорость вертикального ветра, влажность воздуха, атмосферное давление, температура почвы, степень вертикальной устойчивости воздуха. Здесь вот такая вот Ну, это, к примеру, высокочастотный датчик Нет, здесь просто датчики И когда поток воздуха через них проходит Они как бы Все это суммируют И вычисляют направление И скорость ветра Возьмите ли вы меня к себе Получилось ли у меня что-нибудь Еще раз к нам сюда приедете на учение И вам дело будет по плечу И выберите себе то направление В зависимости от того, что было показано Либо РХБ-разведку, либо специальную выработку Либо санитарную выработку Сергей, спасибо вам большое за то, что нашли для нас время И рассказали про свою профессию Это было здорово Субтитры сделал DimaTorzok